Все, начинаем запись. Всем привет еще раз. Меня зовут Кристина Шомпа. Я косметолог, телесный терапевт. И сегодня хочу провести интервью с Ксенией Суэлл. Мы познакомились в сообществе Хигай. И нам показалось, что нужно записать этот совместный эфир, совместное видео. И я сегодня себя попробую в роли интервьюера. И я очень рада, что ты согласилась быть тем человеком, знаешь, дать мне почувствовать себя журналистом. Я тебе очень благодарна за такое предложение, потому что, наверное, этот запрос и у меня созревал очень долго, давно. И мучительно, благодаря тебе он перестал быть мучительным. И я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа будет, для нас она точно будет приятной, что она будет еще интересной, приятной, вдохновляющей, полезной для кого-то еще. И я бы хотела сказать тем людям, которые сегодня будут смотреть это видео в записи на Ютубе, я хочу сказать, что для Ксении это первый опыт, да, и это будет первое видео, в котором мы бы хотели просто раскрыть, поговорить о тебе как о человеке, да. И это такое будет вступительное видео. Пускай с помощью меня ты как-то раскроешься, подсветишь какие-то стороны себя, своих талантов, да, своего вот представления, чем ты занимаешься в жизни, может быть, немного про свою биографию, да, чтобы люди себя узнали как человека. И пускай это видео останется на просторах Ютуб, для того, чтобы тебе служило магнитом, да, магнитом, чтобы люди, которые почувствовали резонанса с твоей энергетикой, с твоей харизмой, могли найти вот эти точки соприкосновения, по которым они бы могли, да, вот как бы притянуться, да, к тебе, то есть вот эти вот точки пересечения. И, знаете, человеку нужен человек, да, и иногда бывает так, что не важно что, важно с кем, да, у нас в сообществе в Хигай Паша говорит, что не важно что, важно с кем. И поэтому мне бы сегодня как интерьеру хотелось бы достать из тебя вот эти смыслы, да, достать из тебя вот эти вот какие-то вкусности о том, какой ты человек. Потому что когда мы с тобой созвонились через, ну, как Бадди, да, мы с тобой сконнектили как с Бадди, и у меня сразу проискочила искра по отношению к тебе, к твоей харизме, она не оставила меня равнодушным, и мне вот захотелось тебе предложить такой формат, такую со своей стороны пользу. Ну, в общем, обо мне достаточно, и я иногда могу лишь говорить о себе. Вот. Ксюша, хочешь мне немножко рассказать о твоих компетенциях, кем ты сейчас уже являешься, для того, чтобы у ребят могло сложиться впечатление? Давай, давай. Мне интересно, как это тебе откликнулось, все, что я тебе рассказывала. Да, да, и как я прочувствовала то, чем ты занимаешься, это человек-мост, и это человек, который достает, как сказать, это человек, который сплочает команду внутри корпорации, но делает это каким-то магическим способом с тонким чутьем психологии и индивидуальности каждого человека, да. И когда мы с тобой в прошлый раз общались, я поняла, что ты, будь здоров, поднимаешь корпоративный дух такой, да, то есть чтобы люди как бы объединялись, и они понимали, что они, не знаю, с этим внешним миром сражаются за что-то такое, такое вот цельное, общное такое, что их объединяет. Я так это прочувствовала. Ну, а если говорить умными словами, то, значит, архитектор сообщества, да, ты рассказывала о себе, сюда же консалтинг, да, но консалтинг – это очень обширное понятие, и там, скорее всего, тоже есть ответвление, да, и human advisor, такое умное слово, вот оно как-то близко и отражает твою суть. И человек может. Да, по сути, по сути, по сути, так и есть. Вот. Все беру. Сейчас ты находишься в солнечной Армении, я так понимаю, ты недавно переехала. Да, я сюда приехала как раз работать с одной прекрасной командой, они релацировались, и, в принципе, большое количество команд сейчас релацировалось сюда, и моя задача, ну, в первую очередь, в этой команде, на базе нового местонахождения, нового сердца всей команды, какие-то новые смыслы или уже имеющиеся поднять, для того, чтобы команда еще больше сплотилась, несмотря на то, что она стала более распределенной сейчас. Кристина. Кристина. Да, да-да-да, я здесь зависла чуть-чуть. Отлично. Отлично, отлично. Скажи, пожалуйста, вот такой сейчас вообще в разрез просто нашей теме, откуда у тебя такая харизма, и откуда у тебя такая артистичность? И, быть может, с кем ты мечтала стать в детстве? Слушай, ну, наверное, это моя такая природная черта. Я всегда на всех семейных слетах, я пела песни, рассказывала стихи, и вообще, когда взрослые собирались, была я, были две мои двоюродные сестры младшие, я очень сильно утомлялась от взрослых разговоров, я брала сестер, такая, говорю, пойдемте, мы уходили в комнату, мы выбирали вот так вот наобум какую-то сказку, я дико любила сказки всегда. Мы выбирали любую сказку, я была в качестве режиссера, ну, в общем-то, с годами, как видишь, мало чего поменялось. То есть, несмотря на мою артистичность, все-таки более, наверное, эффективно я в роли режиссера и человек, который вот эти эмоции как раз подсвечивает и вбрасывает весь процесс, не в качестве центрального персонажа, хотя время покажет. Ну вот, и, собственно, мы ставили эти спектакли, потом показывали взрослым, все, конечно, нас осыпали аплодисментами, улилюканьями, потом мы ездили на лето к бабушке, под горячую руку попадался и кот-пушок, который выполнял все роли волка, всех животных, в общем, которые только могут быть в этих сказках, мы его наряжали во всякие косынки, сажали в корзинки, в общем, было все. И вот, наверное, оттуда вот этот заряд бешеный, чтобы все было интересно. То есть, как только я теряла интерес, меня заставить было невозможно никогда. Ну, и, в принципе, сейчас тоже. Вот, поэтому сделать все каким-то интересным, ярким, сейчас я уже скажу запоминающимся, тогда вряд ли я об этом думала, но он был вот прям с самого детства, и, конечно, мне хотелось тогда, хотя нет, вру, не хотелось, мне хотелось стать ветеринаром, у меня не было каких-то замашек артистичных, мне скорее это подсвечивали со стороны, что, типа, Ксюша, да ты что, да какой экономический факультет, ты же, вон, актриса, тебе надо в театральный. Вот, но здесь мой папа очень твердо всегда говорил, что никакого вот этого вот, никакого театра, это нам не надо, ты никогда не будешь артисткой, поэтому нет. Вот, пожалуйста, вот экономический факультет, welcome. Ну, собственно, я это все равно, оно фоном просвечивало, и пока я была на экономическом факультете, тоже я и КВН играла, и во всяких спектаклях участвовала, еще со школы, кстати, вот, и пела, и танцевала, и выступала на сцене, то есть мне сама подача вот эта очень нравилась, она была мне близка, понятна, вот, поэтому это прям из детства идет. Слушай, ну, вот эта подробность такая, что ты в университете в КВН играла, расскажи поподробнее. На самом деле для меня, наверное, ярче даже будет опыт актерской игры в школе, вот там прям были, что называется, скандалы, интриги, расследования, там прям были Санта-Барбара всячески, какую роль мне дадут, как я ее отыграю. Там был один вообще знаковый для меня спектакль, мне там нравился один мальчик, и меня поставили к нему партнеры, партнерши. В общем, вся эта подготовка, это просто был отдельный сериал, как я готовилась, как я, значит, у нас по сцене, у нас финальная сцена, у нас должен был быть поцелуй. Я, конечно, там вся прям распереживалась со всех сторон и готовила себя морально всячески. В итоге на генеральной репетиции режиссер говорит, вы знаете, все-таки это детский спектакль, давайте без поцелуя. А мне же еще важно было себя не выдать, ну, как бы, как это? Я же роль играю, так мне, конечно, никто не нравится. Я просто готова была кричать прямо там на сцене, но ее, в общем, стоически сдержалась. Ну, ладно, режиссером не стоило. В общем, в итоге все закончилось просто поцелуем руки через перчатку. Супер неромантично, супер неэмоционально, но и это тоже для меня, конечно, было очень значимым в тот момент. Вот, поэтому какие-то такие школьные спектакли, я всегда играла какие-то очень характерные роли, то есть там баба-ягла, старуха-пакля, вторая жена короля, вот которая самая такая сучистая, самая забористая. Вот это все мои роли были. То есть я никогда не играла, я только в детском саду я играла, белостой, фу, как ее, снегурочку. Все, на этом вот такие мягкие, плавные, пушистые роли для меня закончились, остальные были такие вот самые забористые из того, что можно было. Ну, там же можно было прям проявить себя, понимаешь? Поэтому они для меня, для меня тоже были самые такие интересные. А что вот, ты вот сейчас рассказываешь, и как будто бы через эти роли вот такие яркие, да? Баба-яга, вот... Шипакляк. Шипакляк. Вот что в этих героях, какая черта характера была, что вот ты, от которой ты кайфовала? Проявляя ее на... Хороший вопрос. Ты знаешь, ну, во-первых, во-первых, мои психологические замашки, мне кажется, еще тогда тоже зародились, потому что я смотрела «Кошмар на улице Вязов», и мой любимый, прям, вот прям любимый мой герой был этот Фредди Крюгер. Мне тогда мама напряглась немножко, когда я начала просто в захлеб рассказывать, что Фредди, он же вот такой, понимаешь, он же детей-то убивает, не потому, потому что он плохой. Мама такая, так, что происходит с ребенком? Почему она оправдывает маньяка? Вот, но по сути, мне было интересно разобраться, что стоит за его поступками, почему он так себя ведет. Ну, то есть он же не просто вот ни с чего, все было прекрасно, и тут он пошел детей убивать. нет. И вот эта червоточинка, вот, которая во всех вот таких характерных персонажах есть, вот это какой-то внутренний конфликт. Мне было интересно, видимо, ну, интуитивно, понятно, что я психологическими терминами тогда не размышляла, но мне, скорее всего, было интересно вжиться в эту роль и понять, что за этим стоит, что зародило этот конфликт, и как его, соответственно, можно расплести, какой в этом есть какой-то ресурс, ну, благо. Это я сейчас, опять же, каким-то околопсихологическими категориями мыслью, тогда, конечно, это было бы более интуитивно, но я уверена, что за этим стояло что-то подобное, потому что, ну, как бы энергии в этом просто было больше, как, в общем-то, и в любом конфликте, когда есть возможность его расплести и распаковать, там всегда больше энергии, чем когда все тихо, ровно, гладко и спокойно. То есть, тебя как будто бы с детства привлекали сложные герои, да, сложно устроенные люди, ведь Баба Яга это же тоже достаточно персонаж, то есть, это как будто человек, который готов идти против системы, да, то есть, готовый выделяться, и вот я тоже проходила курсы актерского мастерства, и есть актеры, которые вот есть нейтральные, а есть очень ярко выраженные, акцентуированные, как будто бы, то есть, как будто бы вот им более нейтральная роль, они просто ее не смогут как бы сыграть, потому что видно, что они очень яркие, харизматичные. Ну, вот это абсолютно точно моя история, потому что я недавно была на, проходила актерские курсы тоже, ну, такие для себя, и, собственно, тоже та героиня, которую я выбрала из пьесы «Идиот», вот, она тоже такая вот яркая и дерзкая, и с большим количеством внутренних и травм, и конфликтов, и всего остального, то есть, чем более многослойное, наверное, вот это вот психологическое ядро личности, или героя какого-то, тем мне интереснее в этом разобраться, вот это все расплести, рассмотреть, изучить и освоить. И, наверное, поэтому я всегда, тоже по натуре своей, я всегда была медиатором, то есть, ко мне друзья всегда приходили с какими-то конфликтами или ссорами, что, типа, вот, ну, там классические там девочки, что, вот, да он там, козел, вообще, я говорила, так, стопэ, подожди, давай разложим, и я вот это вот все раскладывала, подожди, ну, может, он все-таки не козел, может быть, ты где-то не поняла, может быть, вы друг друга там недопоняли, может быть, вообще, там, каким-то поступком он совершенно другое хотел сказать. потом, это уже в такой же приближенный к бизнесу категория, это моя роль как такого медиатора, ну, такого медиатора тиро коуча, который в конфликтных ситуациях, как третья сторона, помогает услышать друг друга и прийти к какому-то взаимному решению, вот, наверное, и это тоже откуда-то оттуда идет, потому что я категорически уверена, что конфликты, они очень ресурсные, то есть, там всегда, если вот убрать какую-то поверхностную, там, не знаю, злобу, агрессию или еще что-то, за ними всегда стоит что-то очень важное, какая-то потребность как минимум одной стороны, а чаще всего двух сторон, до которой, если докопаться, то просто там бомба, пушка, пожар, все после этого летит в космос и какие-то суперрезультаты получаются, это и про личностные взаимоотношения, и про бизнес отношения, про любые, в общем. И я услышала, что как будто бы ты можешь, человек иногда, вступая в конфликт, сам не понимает своих потребностей, то есть, как бы, он как будто бы их не осознает, что вот, допустим, ну, в корпоративе взять, у меня есть потребность признания, к примеру, да, то есть, и даже не важно, уже деньги, это как будто второстепенная история, именно сама, само вот этот факт признания, и очень часто, ну, наверное, русским компаниям не достает это, потому что мы как будто в управлении людьми, как будто бы это незначимо, а вот у меня сложилось ощущение, что как будто бы ты заходишь, как такой человек, который видит нас сквозь потребности других людей, которые даже сами порой не осознают своих вот этих потребностей, если кто-то если дать ему признание, да, он почувствует себя значимым в этом коллективе, да, и что они в целом-то сражаются с этими жесткими обстоятельствами мира за одну какую-то цель. стопроцентов меня, наверное, вот этому умению прочувствовать может быть потребность, может быть желание, может быть вообще мечту, меня этому научил ивент, и в первую очередь свадьба, в которых я, наверное, больше всего проработала, не, наверное, а точно, и очень часто это было что-то, ну, мы не знаем, чего мы хотим конкретно, ну, мы вот примерно хотим, чтобы это было тепло, душевно, и, ну, невозможно на тепло, душевно построить концепт и сделать что-то особенное, и через какие-то вопросы, через просто самостройку эмпатичную с человеком начинаешь вытягивать, вытаскивать, чувствовать какие-то штуки, которые, может быть, он сам или она сама даже не отмучит, и очень часто удавалось и удается, часто это уже как навык такой наработанный, а раньше это просто, ну, как тоже интуитивно сначала удавалось какие-то выцепить штуки, про которые люди возвращали обратную связь, что, типа, Ксюш, блин, это же на самом деле вот то, что вот прям мы хотели, мы даже себе этого не думали, не представляли, это было вот прямо самое то. Это на самом деле и запоминается к этому, и возвращаешься эмоционально, это и поддерживает какие-то моменты, когда сложно, именно вот эти какие-то непроявленные, даже, может быть, не озвученные желания, которые есть. и ты сказала про материальную мотивацию, на самом деле сейчас рынок труда движется в ту сторону, особенно это отслеживается по молодым ребятам, которые выходят на работу. Их сейчас деньгами особо не привлечь, не перекупить, особенно если речь идет уже о высоких, высокого уровня, специалистов, им просто денег мало. Ну, то есть, если, допустим, человек вырос в профессионализме, и его хотят плюс-минус все компании, он, естественно, будет выбирать не только по деньгам, и, скорее всего, он будет выбирать не по деньгам. Я в основном работаю с технологичными компаниями, и вот там как раз очень большой фокус, ну, то есть, там на каком-то уровне специализации уже деньгами не перетащишь свой огород. Там нужно другими совершенно категориями и привлекать, и сохранять лояльность, и это вот как раз моя стезя, чтобы человеку было не просто хорошо, то есть, я не помню, в какой книге я читала, что классно, когда у тебя сотрудники счастливы, ты меня слышишь? Ты здесь? Еще раз повтори оконцовку. А что последнее было слышно? Повтори оконцовку классно. Да, классно, классно, когда люди счастливы, но это не приносит бизнесу денег. В этом, на самом деле, есть такой очень правильный заряд, то есть, здорово, когда все счастливы, но само по себе это ничего не дает. моя задача со звездочкой, чтобы люди не просто были счастливы и радостны, но тогда можно их просто кормить, поить, развлекать, и люди будут счастливы. Все же понимают, что это категория бизнеса. Важно, чтобы, во-первых, эта энергия все-таки была, энергия счастья, радости, энергия такой внутренней мотивации и вовлечения, когда человек понимает, что то, что он делает, он делает для себя в первую очередь. Но это все, вот эта энергия, она поднимается и направляется в русло бизнеса. То есть, бизнес здесь выступает просто берегами, в которых вот эта вот бурная горная река кипит, бурлит, течет. И здесь, на самом деле, это категория, в которой абсолютный win-win. То есть, человек счастлив от того, что у него есть возможность свободно и полно проявляться, выполнять свои какие-то цели, задачи, я говорю, даже иногда мечты, а бизнес является принимающей стороной, говорит, окей, супер, давай, беру и делай вот это вот в эту сторону или вот в эту сторону. И для бизнеса это огромный заряд энергии, который направлен в одну какую-то конкретную цель, соответственно, цель становится ближе, то есть, она достигается быстрее, проще, ну, с меньшими усилиями, с меньшими какими-то, ну, более гладко, скажем, идет этот путь, для участника команды это возможность проявить себя, проверить свои способности, ну, то есть, здесь выигрывают абсолютно все. Мне кажется, я немножко на другой вопрос ответила. Да, мы ушли, ушли, все-таки скажу, мы не хотели говорить про human design, но я все-таки скажу, потому что идет. Друзья, есть мы все понимаем на самом интересном. Слышно? Вот сейчас, да, сейчас я говорю, это вот слова женщины-манифестера, у которого из эгоцентра идут три и закрытый эгоцентр, то есть, эта женщина знает, где деньги, да, как сделать так, чтобы они были, и как сделать так, чтобы они были всегда, вот, это химия, которая вложена в тебя, да, это человек, который может посмотреть и направить, направить человеческое движение каждого человека в отдельности, человеческую, человеческий коллектив, да, сообщество, команды, да, сообщество. Да, и, кстати, и это очень такой навык, который иногда не достает, например, руководителю, да, то есть, ну, вот, руководитель, например, думает, зачем мне вот это нужно, что, я сам сейчас их там штрафану, например, и все, как бы, да, поставлю какие-то рычаги воздействия на них, которые будут их держать в страхе, то есть, как бы, управление людьми из жанра страха, это прям острая тема, я прям сейчас начну зажигаться и говорить много. Не, просто на самом деле очень правильно это говоришь, что категория жесткого контроля, штрафа, я тоже прекрасно мне это и знакомо, и на примере, когда я была сотрудником, и на примере, когда я была руководителем, так как я других примеров не видела, я была руководителем ровно таким же, и чисто через контроль, через то, что держать всех везде, и те, кто знают и помнят меня, например, как только я начинала работать в качестве ивент-менеджера в свадьбах, очень многие мне уже сейчас возвращают, типа, Ксюша, да мы тебя вообще боялись, капец, Ксюша на площадке, надо прям срочно что-то делать, на каком-то уровне, окей, это работает, но все-таки мы все немножко животные, и долго в состоянии, в долгу это не рабочая история, то есть, когда у тебя Ахтунг, тебе нужно прямо сейчас, например, что-то, ну вот прям прямо сейчас, прямо здесь решить, а люди все растеклись мыслью по древу, можно немножко взбодрить, сказать, оу, алло, камон, если ты это делаешь всегда и другого взаимодействия не предлагаешь, у тебя сотрудники, твоя команда находится, во-первых, постоянно в состоянии стресса, во-вторых, у них мотивация вместо того, чтобы максимально себя проявить, минимально отсвечивать, ну то есть, я буду делать необходимый минимум, лишь бы не сделать чего-то такого, за что мне потом может прилететь, да, 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 я буду наоборот лучше, тише травы, что там, ниже, тише, тише воды ниже травы, чтобы меня было вообще лучше не видно, чтобы не приводить к себе лишнего внимания, потому что если вдруг я сделаю что-то не так, мне прилетит, это в том числе абсолютно ломаная кривая коммуникация, если в бизнес-процессах присутствуют какие-то ошибки, и тогда их устранение будет тысячу раз дороже, будет гораздо дольше решаться, и скорее всего оно будет решаться уже на этапе, когда ошибка дошла до клиента, и это соответственно репутационные риски. Ну, то есть здесь у меня прям мурашки по всему телу, потому что это острая для меня тема, и там очень много минусов, рисков, в первую очередь для бизнеса, если руководство ведется именно таким образом. В каких-то моментах точечно это могу сказать, что допустимо и целесообразно, но если мы говорим о том, чтобы команда работала вдолгую, чтобы все равно вот на страхе, помимо того, что чисто физически человек будет максимально находиться в стрессе, у него будет ломаться тело, и ты вот сейчас киваешь, как человек, который работает в тело, и соответственно, люди будут чаще болеть, они будут чаще уходить на больничные, и все равно где-то внутри будет звучать мотив на то, чтобы от этого избавиться, и как только будет более интересное предложение, человек срулит. Ну, то есть да, 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 сто процентов, поэтому исключительно такая категория руководства, она прям не очень рабочая, особенно сейчас, сейчас очень сильно поменялся и рынок труда, и эффективное взаимодействие с командой, потому что, ну, мы же все люди в первую очередь, и как люди, как у людей, механики внутренние сейчас меняются, как раз и на фоне, сейчас все у меня, Остапа понесет, я тоже мне... Знаешь, я вот хочу, потому что я сейчас тезисно скажу, и прям вот, наверное, интерьер не должен себя так вести, потому что, ну, как бы интерьер не должно разбирать, он не должен перебивать. я хочу подсветить и вывести то, о чем мы говорили с тобой в начале, когда мы только познакомились. Вы можете подумать, да, вот, Кристина, ты занимаешься косметологией, телесной терапией, зачем тебе интерьерирование, да, во мне живет, может быть, в прошлой жизни я была журналист, а еще во мне живет человек, который вот все время стремился как-то влиять на общество и какую-то, как будто бы нести в массы идею любить свое дело, заниматься только тем, что тебе нравится. И у меня всегда у меня школьная деформация, мне не нравятся какие-то предметы. И вот математик, что шло, и все время тебя вот это вот тюкали, давай, давай, за математику, пиши без ошибок и так далее. И у меня это сформировало какой-то вот этот подростковый бунт, что я в своей жизни буду заниматься только тем, что мне нравится. И точка. Какую бы цену я за это не заплатила. И, конечно, я встречала очень много сопротивления. И если брать такой глубокий, глубокую, вот это вот, если раскручивать, на чем у меня случился резонанс именно с тобой, в тебе как будто бы я увидела того человека, который думает так же, который говорит, ребята, я знаю, что, типа, вы хотите заниматься только тем, что вам нравится. Я создам для вас это пространство, где вы сможете заниматься тем, чем вам нравится, и вы сможете двигаться не из страха. и тогда мы перетекаем в теорию взгляды Хокинса, да, Дэвид Хокинс, кажется, его про спиронамику. Люди поднимаются с низов вибрации, да, где есть стыд, вина, страх, это низкие вибрации, меньше двухста, где это нересурсное как бы сообщество, оно будет жить на более высокий после двухста, да, из состояния радости, любви, гармонии, и вот это, вот это, почему в России, допустим, с точки зрения бизнеса с нами не хотят иметь дела, потому что мы все время на каких-то вот таких минусовых вибрациях, типа, наши люди, они такие подавленные, боятся проявлять инициативу, не понимают, чего они хотят, ну, в общей массе, и как будто бы вот это сейчас меняется, ты говоришь, что новое поколение Z, сейчас тут тектонические прям сдвигки в этой теме, это правда, да, то есть, если, если мы еще подпринадлежим к поколению так, X, Y, Y, кажется, Y, да, вот это поколение, когда мы еще, мы еще помним, как из страха, но нам уже хочется из любви, да, то новое поколение Z, оно чисто хочет двигаться из радости, и пофигу, сколько нам за это деньги заплатят, и мне, мои клиенты очень часто рассказывают о том, что, Кристина, мы не знаем, как бы этот человек, он говорит, у меня настроения нету, сегодня я не пришел на работу, то есть, какая-то некая инфантильность, которая нам, людям с гиперответственностью, непонятно, и как будто бы, вот почему я еще захотела поинтегрировать себя, потому что, вот основной мой мотив, то, что как будто бы ты создаешь это поле, где ты увидишь, что люди могут развиваться из любви, из радости, вот это, и следующая тема, которую, осуществляющаяся, предлагают, как сделать так, чтобы сотрудники проявляли инициативу, это новая тема, как будто бы для видео, ну, для следующего нашего общения, да, интервью такого. У меня все, спасибо. С радостью. Да, спасибо тебе. Договорить. Что? Что сказать? Для меня, на самом деле, было ценно и интересно, я вот так вот в процесс, когда вхожу, особенно в диалоги, мне сложно отследить, что это было, и как это было, ну, потому что я вхожу в поток, и все, и Остапа несет. Я надеюсь, что это было интересно, полезно, не только для нас с тобой, я получила огромное удовольствие, мне было интересно вот такими крупными мазками вспомнить какие-то моменты из детства, я почему-то всегда с большим теплом и огромной радостью вспоминаю все, что было в детстве, и в очередной раз я, конечно, для себя отметила, как оно все перекликается, как первый, наверное, вопрос, который включает любимое дело, а чем вы любили заниматься в детстве? Ну, то есть этот вопрос все-таки он не с потолка взят, все-таки как дети мы более честные в том, чтобы заниматься тем, что нам действительно нравится, вот, и с радостью с тобой, конечно, раскрою эту тему глубже, шире в следующем статусе. Спасибо тебе большое. Ты хотела что-то рассказать, я тебя перебила, какую-то тоже, говоришь, мурашки у меня пошли, ты хотя бы спойлер заряди, потому что я видела, что у тебя в движке прям энергия бурлила, что-то ты хотела вот еще выдать, что-то еще хотела оцифровать. Но я тебя, я тебя сбила со своим Дэвидом Хокингом, страхом. Не, 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 не страшно. Это вот категория про, тоже про страх, про руководство из жесткого контроля. Это прям такая тоже очень заряженная просто для меня тема, и я не могу говорить долго и очень эмоционально. Мотивация и страха. Напишу себе, я уже... Мотивация из разных мест, потому что она из... Мотивация это как топливо для вашего автомобиля. Можете ездить на дизеле, можете ездить на кукурузном масле, если получится. Вопрос, как будет при этом чувствовать себя машина, как она будет ехать, как долго она проживет на таком топливе. Ровно та же абсолютная история. Ну, то есть мотивация из страха можно показать какие-то результаты, но очень кратковременные и скорее всего не такие эффективные. Если мы говорим про категорию вообще креативности, инициативности, когда человек проявляет свои возможности по максимуму, из страха это невозможно. Это физиологически невозможно. невозможно ни из страха, ни из самонасилия, хотя нам может казаться, что типа сейчас я себя вот нагну по полной программе, буду 24 на 7 вкалывать. Физические, ну, физиологические ресурсы тоже, они не бесконечны, и на гормональном уровне там в общем просыпается полная ядерная атака в таком формате. и человек, во-первых, опять же, хватает ненадолго, во-вторых, может казаться, что я отдаюсь на 100% делу. Нет, потому что ты не восстанавливаешь свои ресурсы. Если ты не восстанавливаешь свои ресурсы, ты просто на резерве тащишь, и ну, тогда это не лучший для тебя результат, это не самый лучший результат из тех, что ты можешь показать. Да, никто не отменяет дисциплину, никто не отменяет фокус, концентрацию, когда ты этим занимаешься, но этот фокус и концентрация, он не может быть 24 на 7, тогда фокус и концентрация падают автоматически. Вот, поэтому я говорю, это прям очень остро для меня тема, я прям, я просто человек как тотально, как человек, который тотально выгорел в свое время, я могу об этом говорить много и долго. Выгорание тоже классная тема, слушай, мне очень понравилось, я вот на последних минутах, я прям, знаете, эмоционально впрыгнула, я прям так понимаю, о чем ты говоришь, и это так схлапывается, потому что я, как телесный терапевт, очень каждый день работаю с женщинами, которые вкидываются вообще просто из последних своих ресурсов, и они же живут из минуса, они кроме работы, они отождествляются со своей работой, и как будто бы все другие сферы жизни стираются, и им кажется, что если они еще больше вложат, то это как раз-таки принесет какой-то результат, но я просто вижу, как на уровне тела люди становятся, ну, жуткое слово скажу, мертвыми, да, потому что у них нету, 98% времени занимает работа, то есть, и моя задача, да, моя такая миссия, это как раз-таки показывать дать, ощутить телу, как можно работать из состояния расслабленности, из состояния ненадрыва, и вот этот вот шлейф людей, которые родились после 80-х, мы еще, нам присуща гиперответственность, вот это, и мы еще из надрыва выдаем энергию вот этого из сильного старания, как говорит мой преподаватель по йоге, 30% усилий, 70% удовольствия, когда я говорю это клиентам, клиенты некоторые команды не обращаются, я не знаю, что наверняка, алло, от висла, говори, клиенты к тебе после этого не возвращаются, правильно слышала? Да, клиенты не возвращаются, потому что для них, Кристина, о чем ты говоришь, как жить из удовольствия, как жить из того, что делать только то, что тебе нравится, да, ну, ты вообще, ну, типа, ты вообще нормальная? Ну, то есть, есть такое настолько непринятие, и я понимаю, что человек может жить только в том состоянии, когда он впахивает и выкладывается, и самоотдача 120%, только тогда мазохистический такой подход, только тогда он чувствует, что он, ну, все, выжатый как лимон, и вот быть в состоянии вот этой жертвы в других каких-то своих сферах, ему по кайфу, да, ну, как бы условно по кайфу, вот. Вот именно, что условно по кайфу, он себе просто может это позволить, это так же, как я, когда после проектов, я реально, ну, прям, я выкладывалась вот настолько по полной программе, что вот все, я проектов сдала, все, я два дня лежу, я физически делать ничего не могу, физически, но у меня какое-то такое, вот как у мышек, которым стимулировали электричеством центр удовольствия, вот, вроде им и больно, и приятно, вот примерно такое же чувство было, что я сделала все, ну, то есть, а что ты сделала все, ты себя убила на два дня, ну, молодец, ну, как бы, окей, результат был, но настолько по-другому его можно было сделать, у меня просто какое-то фантастическое открытие было, когда у меня был проект, который мы сделали за две недели, непростой проект, и я после него такая, ну, в команде говорю, ребят, я не убилась, прикиньте, я вроде и проект сделала и не убилась, прям сейчас говорю, опять у меня мурашки, ну, то есть, для меня это было такое откровение, типа, а что, так можно было, то есть, я не умирала, я не лежала после этого, я не заболела, мне реально было по кайфу, то есть, я на следующий день радостная пошла там гулять или что-то делать, ну, то есть, я не говорила, что, типа, все, я после проекта меня не трогать, меня не кантовать, я прихожу в себя, да мне не нужно было приходить в себя, потому что я была в себе, так можно, так можно. Да, так можно было, слушай, давай на этой чудесной ноте будем заканчивать. Спасибо тебе огромное. Да, блин, прикольный эфир у нас получился, и есть у меня некоторые наметки, как мы его назовем, я тебя поздравляю, это будет твое первое видео на ютубе, вот, я очень рада, что-то с дебютом, пускай народ знает, да, будем потихонечку оцифровываться. Это наш первый эфир, на следующей неделе у нас, ну, я так понимаю, вот, как раз-таки, мотивация и страх, как делать так, чтобы сотрудники проявляли инициативу, вот так как-то идет, поэтому спойлер такой будет на следующую, про внутреннюю мотивацию и как, и про сотрудников, и про самого себя, как работать так, чтобы изнутри горело и перло в нужную сторону. Блин, мне как телеснику вообще прям круто, что такая, такой движ идет, новая мотивация для людей. Да, вот и точки пересечения. Спасибо тебе огромное. Вот и точки пересечения. Все очень связано. Спасибо огромное. Все, друзья, тогда, да, до новых встреч. Пишите, как там говорят, ставьте колокольчик, палец вверх, вот это вот все, и в комментариях обязательно пишите, что отозвалось, какие темы, откликнулись с радостью, рассмотрим. Если вам нужен поднять боевой дух и поднять мотивацию не из страха, а например, из любви пишите Ксении, и она с радостью про, как это, с радостью про радость. Как это сказать-то? Да. Да. проведу командный аудит. Да. На этом все, ребята. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok